Эти кадры местная жительница Ирина Зорина сделала еще 10 дней назад. Два огромных камаза, экскаватор, целый автопарк тяжелой техники расположился прямо в жилом дворе. Здесь же строительная будка, газовые баллоны, пластиковые бочки, судя по запаху с горючим и мусор. Все это, естественно, вызывает у жителей возмущение и недовольство. Я не скандалю, я просто, я понимаешь, я к чему? Ровно 10 дней назад я сняла. Я не отправила никуда, я не позвонила, я думала, что за 10 дней вы уедете. За 10 дней вы уедете, вы никуда не уехали. Вчера вы отобрали у меня планшет. Зачем снимали? Я сказал, отойдите, девушка. А вы меня толкались. Напротив находятся два детских садика. Здесь находятся жилые дома. Они включают вот это все, весь газ и все вот это происходит, когда машина включается. Все вот это вот оно травит. И так воздуха нет. Еще они здесь стоят. Баллоны на улице их стоят. Оказалось, что стоянку здесь соорудила некая подрядная организация. Мужчина, представившийся ее руководителем по имени Юрий, сообщил, что его сотрудники производят ремонт в внутриквартальных проездах в соседних кварталах. Говорит, что на оборудованную парковку их технику не пускают. У них же парковочные карманы. Есть карманы? Нет, на газоне это по правилам стоят. А парковочных карманов мало. Здесь кабеля идут. Они включают дизели, машины, камазы большие. А это все идет к нам в окна. А у нас окна на ту сторону. Это невозможно дышать. Утром вообще все сизо от этого. По словам подрядчиков, договор они заключили с департаментом ЖКХ и строительства города Ангарска. Свой автопарк на этом месте располагают уже полмесяца. Однако ни одного замечания еще не получали. Выходит, и ничего плохого не делают? На газон. А где нам стоять? На площади? Вы подряд заключались с департаментом ЖКХ и строительства, я так понимаю? И что дальше? И то есть к ним ехать, разбираться, почему вы на газоне стоите? Я так понимаю. Что мы с вашим газоном сделали? Это против правил. За этот штраф, допустим, в Московской области до 100 тысяч рублей на юридические лица. А вы, я так понимаю, подрядная организация в юридическое лицо. Представители департамента отвечать на наши вопросы отказались, предложив уже привычную им форму общения со СМИ через официальные запросы. Строители, в свою очередь, пообещали к концу недели убрать технику со двора. Выполнят ли они обещания, мы обязательно проверим. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.